Добрый вечер в Нижнем Новгороде, 18 часов. Последние новости к этому моменту. Почти 91% нижегородцев называют Валерия Шанцева наиболее эффективным главой региона за весь постсоветский период. С момента избрания на третий срок губернатору Шанцеву удалось укрепить рейтинг доверия горожан, хотя чаще всего происходит после выборов обратное, говорят эксперты. Предшественники Шанцева набрали на троих около 9%, Иван Скляров 4,2% и Надий Ходорев чуть более полутора, Борис Немцов около трех. В Нижнем Новгороде началась подготовка к традиционному бизнес-саммиту, который пройдет в столице Приволжье в первой декаде сентября. Уже сейчас о своем желании принять в нем участие заявили почти все регионы Приволжского федерального округа, а также представители деловых кругов Чехии, Германии, Франции и даже Египта. Отдельно хотелось бы отметить, очень интересное мероприятие будет «Ночь карьеры», будет проходить традиционное мероприятие «Вертскилз». Я думаю, что здесь мы рассчитываем увидеть более пяти тысяч участников. В этом году формат проведения бизнес-саммита будет несколько видоизменен. Особое внимание планируется уделять развитию импортозамещения. По итогам будет выпущен каталог продукции, который будет направлен в торговые представительства иностранных государств. В центре Нижнего Новгорода скоро заработают платные парковки, причем на месте некоторых действующих бесплатных. Паркоматы уже установлены, но пока не введены в эксплуатацию. Для размещения зон в ближайшее время будет произведен тендер. Максимальная цена контракта составляет 29 миллионов рублей. Максимальная цена контракта составляет 3 тысяч участников. Максимальная цена контракта составляет 30 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это признание ваших общественных, производственных, трудовых заслуг Валентин Сафронов – старший научный сотрудник противочумного института из Саратова Долгое время он работал в Африке и помогал бороться с лихорадкой Эбола За это, по указу президента страны, он награжден Орденом Дружбы Сама по себе инфекционная болезнь считается особо опасной, поскольку от нее до сих пор нет не специфического лекарства, нет эффективной вакцины Она распространяется достаточно широко среди населения, как это показал опыт И с большим трудом ликвидируется в условиях африканского региона Юрий Петров провел в небе 13 тысяч часов или 541 день Сегодня он обучает пилотированию новичков и проверяет уровень мастерства у опытных пилотов Указом президента ему присвоено почетное звание «Заслуженный пилот России», такие как он «С небом на ты» Нужно быть впереди самолета, впереди вертолета То есть предугадать, предвидеть все, что может с ним случиться И как бы быть на шаг, ну, кто предупрежден, тот первый Среди государственных наград, врученных жителям Приволжья Ордена «Родительская слава», «Медаль за спасение погибавших», целый ряд почетных званий Многие из тех, кто выходили на сцену, благодарили свои коллективы Награда, с одной стороны, личная, а с другой – общая Очень отрадно, что практически все выступающие, когда сейчас делились с вами ощущениями от этой высокой награды От решения президента, которое состоялось в отношении каждого из вас Сказали о своих коллективах Это очень важно, потому что, действительно, это выражение общего труда, это оценка общего труда Жители Приволжьского федерального округа государственные награды получают регулярно В заключении торжественной церемонии Михаил Бабич пожелал присутствующим, чтобы награды у них появлялись и в дальнейшем Алексей Бауэр, Ярослав Гунин, Роман Сребренников, Горький ТВ В завершении блок деловой информации Курс доллара США на завтра 53 рубля 6 копеек, евро 59,11 Стоимость нефти на бирже в эти минуты 64 доллара и 83 цента На этом все, берегите себя, свои карманы и смотрите Горький ТВ Горький ТВ